И одно из правил, которое нужно запомнить в пункте номер 6 Не глотать электронную сигарету Итак, всем привет! Сегодня последнее видео в этом году Это у нас будет обзор на новинку от компании UD Technology Выпустили они свой вариант Adjust И назвали его в Аквиз Polox 25 Kit Внешне девайсы очень похожи Но на мой взгляд у компании UD получилось это немного лучше Обо всем по порядку Сейчас рассмотрим комплектность, технические особенности И потом вернемся на общий план Итак, прислали мне два варианта Стальную и черную версию А также две упаковки с запасными испарителями В одной коробке испарителя на 0,2 Ом из нержавейки 316L И во второй два испарителя на 0,5 Ом тоже из 316 нержавейки Поставляется девайс в такой приятной коробке На лицевой стороне у нас написано Вапвиз Polox 25 Kit Нарисован сам девайс Здесь в углу идет обозначение цвета И на задней части у нас предосторожности Комплект перечислен из крючка для проверки подлинности Здесь уже у нас написано, что это производитель UD То есть, скорее всего, вапвиз была придумана именно под эту линейку В противовес АйДжасту Теперь рассмотрим комплект В комплекте идет Аккумулятор Атомайзер Два испарителя на 0,2 Ом из 316 нержавейки Вот в такой коробке Шнурок для зарядки Набора рингов на бак И макулатура Гарантийная карта И инструкция Инструкция на английском и русском языках В инструкции мне улыбнуло пару пунктов Здесь в конце есть предосторожности Вот пункт внимания Здесь описано то, что не нужно делать с электронной сигаретой И одно из правил, которое нужно запомнить В пункте номер 6 Не глотать электронную сигарету Запомните это И пункт номер 10 Этот продукт не может бросить курить Интересно, кто придумал эти пункты Теперь перейдем к рассмотрению девайсов Вот так выглядит стальная версия Вот так черная Она, конечно, ближе к серому, чем к черному Но обе выглядят достаточно красиво и стильно То есть этот продукт реально приятно держать в руке Так же, как и iJust Девайс состоит из двух частей Аккумулятора и атомайзера Диаметр здесь 25 мм То есть впоследствии можно будет накрутить Какой-нибудь другой бак посерьезнее На 25 мм Я чуть позже покажу, как это выглядит Здесь у нас 510 коннектор В принципе, неплохого качества Накручиваются атомайзеры Абсолютно все без проблем Внизу на аккумуляторе есть отверстие для отвода газов Здесь у нас написано WAPFIS Polax 25 kit На стальной версии немного заметнее будет на камеру К сожалению, кнопка Fire здесь не стальная Она пластиковая и с покрытием Я думаю, одна из проблем iJust Когда там через время облупливается кнопка Здесь также проявится Вот так, я думаю, даже на камеру заметно Разница в материалах То есть тут реально покрытие Черная кнопка выглядит понадежнее Но, опять же, покажет только время Здесь у нас гнездо microUSB для зарядки Расположение удобное Во время зарядки можно будет спокойно попарить И здесь одно из основных отличий от iJust Есть уже индикация заряда аккумулятора То есть включаем мод 5 раз Сразу у нас смираются диоды И потом загорается То есть сейчас у меня горят все 4 Это значит заряд аккумулятора от 75 до 100% На 3 это от 50 до 75 2 от 25 до 50 И 1 от 5 до 25 Когда мигает первый диод Это значит аккумулятор садится уже И мод скоро выключится При зарядке горят все светодиоды И когда уже полностью мод зарядился Он гаснет Заряжать нужно зарядным устройством 5 вольт 1 ампер Емкость аккумулятора здесь 3200 мАч Достаточно неплохо Для такого девайса Теперь переходим к баку Бак получился не менее интересным Здесь у нас уже есть регулировка обдува сверху Достигнуть сигаретной затяжки Конечно здесь тяжело Я бы сказал невозможно Такой как должна быть Но для свободной тяги Для кальянной Этот бачок более чем подходит Здесь у нас 510 дриптип Естественно сменный Бак вмещает в себя 4 мл жидкости Заправка здесь реализована верхняя Как в принципе в большинстве баков На сегодняшний день Здесь мы имеем вот такую прокладку резиновую И большие отверстия для заправки Система обдува здесь достаточно интересная Сейчас покажу То есть несмотря на то что Воздух поступает сверху Обдув здесь все равно нижний Вот таким образом откручивается нижняя часть И вот здесь мы видим отверстие воздуховода То есть воздух сверху поступает вот так через низ на спираль Это практически полностью исключает протечки И обеспечивает комфортное использование Дальше у нас испаритель здесь выкручивается На нем есть специальные насечки Чтобы было это удобнее делать Правда когда руки в жиже Ну выкрутить проблематично То есть нужна будет салфетка Все крутится отлично Сделано все подогнано идеально просто Внутри у нас стандартный испаритель на сегодняшний день Вертикальный коил, ватка Ничего уникального Ставим испаритель на место Я тестировал именно стальную версию Поэтому сейчас ее подзаправим Заправка здесь удобная Проблем никого не возникнет Никаких дополнительных телодвижений делать не нужно Все скрутили Не забываем при первом использовании Смачивать сам испаритель перед установкой И даже в инструкции написано Нужно смочить, собрать, заправить И чтобы мод еще постоял 10 минут Для полной пропитки ваты Теперь я покажу как здесь смотрятся другие атомайзеры Откручиваем стандартный У меня вот есть мой любимый супримчик Он тоже на 25 мм И здесь он стоит просто идеально Мне эта связка даже не самому понравилась Ну вот так То есть ни единого зазора Все просто идеально По материалам 100% попадание Связка смотрится монолитно И на мой взгляд очень симпатична В суприме у меня установлены фьюзы По 6 цветков в 2 спирали Я обязательно покажу в общем плане Как это все парит Если честно я был удивлен Теперь поговорим в общем Вот так вот валит новый кит от компании UD Я вам скажу что по вкусу и по парообразованию Мне девайс очень понравился Это просто шикарный старт для новичка За эту стоимость там в пределах 35 долларов Это просто шикарный выбор на сегодня Здесь есть большая емкость Здесь есть хороший вкус Хорошая автономность И огромное количество пара Тем более что этот девайс можно купить и на вырост Как я уже показывал в клоузапе Сюда прекрасно подходят и другие девайсы В частности мой суприм Сейчас немного позже я его накручу У компании UD получился такой хороший сбалансированный симбиоз Качество, цены и вкуса и вообще впечатление от парения Любой новичок в принципе останется доволен Вы видите прекрасно сколько выдает пара этот девайс Он у меня был на тесте буквально пару недель И много людей его подержали в руках и попользовали В том числе тестировали люди у которых аджасты И все в один голос сказали что этот девайс гораздо интереснее и приятнее Тем более что здесь уже реализована регулировка подачи воздуха Здесь у нас большой аккумулятор на 3200 махов Также есть индикация заряда аккумулятора Чего нет в аджасте Единственный вопрос здесь кнопки У аджаста это болячка на всех аджастах абсолютно Каждый второй обращается с такой проблемой Западает кнопка через время Здесь я не знаю насколько это будет долговечно Покрытие я уже сказал что такое же как и в аджасте Но вот именно по кликабельности кнопка здесь по отзывчивее и поприятнее Насколько она будет долго работать покажет эксплуатация Единственное для стандартного бака я бы все таки использовал здесь жидкость 50 на 50 Ну максимум 60 VG Потому что 70 VG здесь немного уже такой передгарик Если долго паровозить то появляется уже такой сухой пар Также я упустил пару моментов в клоузапе В данном ките есть защита от короткого замыкания То есть если вы установите какой-то кэзэшный атомайзер Или там где-то что-то перемкнет Будет мигать четвертый индикатор Также в этом моде есть отсечка Отсечка здесь выставлена на 8 секунд В принципе этого достаточно Теперь я накручу свой любимый суприм И потом продолжим Вот так это выглядит в клоузапе я показывал Связка просто получается идеальная Также здесь будет прекрасно смотреться 25-й грифин Ну почему нет То есть тут уже кому что больше нравится То есть можно будет купить этот кит И в дальнейшем когда станет уже неинтересно использовать стандартный бак Можно будет купить что-то получше И тем самым сэкономить себе деньги на покупку нового мода Как я и говорил Здесь у меня установлены фьюзы по 6 цветков Две спирали Конечно же первые там тяги нужно раздуть спирали Потому что все-таки нагреваются они помедленнее Чем на каком-нибудь моде Но тем не менее полок справляется на 200% Вот вторая, третья, четвертая затяжка уже просто шикарная По ощущениям где-то ватт 60 Вот так Ну 55-60 ватт В принципе этого достаточно Я конечно же на моде использую там где-то ватт 70 Но даже этого мне хватает вполне Что можно еще хотеть от девайса за такую стоимость Докупить сюда еще нормальный бак И у вас шикарная компактная связка с кучей пара и морем вкуса Вот такая зачетная новинка была сегодня на обзоре В этом году это уже последнее видео Завтра у нас Новый год Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом Сказать спасибо, что смотрите мой канал Надеюсь в следующем 2017 году настанет еще больше Есть в планах развивать канал и дальше В первую очередь это будет касаться качества видео Я планирую приобрести новую камеру Потому что качество общего плана ну вообще ужасное Я это понимаю прекрасно Мне это пишут в комментариях Но пока то что есть Хочется купить сразу нормальный аппарат уже Чтобы не было вопросов Еще раз всех с наступающим Новым годом Пусть он для вас станет более успешный Чем уходящий 2016 год Всем густого и вкусного пара Кому понравилось видео ставьте лайки Кому нет дизлайки Подписывайтесь на мой канал Стопайте в группу ВКонтакте До встречи в эфире